Итак, всем привет! С вами опять Черный Йошедо, и это мой второй такой коротенький анбоксинг обзор на те игры, которые у меня имеют с дисками. Ну, теперь я вам покажу игры PS4. Ну, думаю, вам интересно взглянуть. Первые вы видели, это было на Xbox 360. У меня две консоли игровые, это PS4 и Xbox 360. Ну, давайте взглянем игры, какие я приобрел за это время на PS4 именно дисками. Ну, как вы видите, GTA, собственно. Как же, это же такой хит, это игра просто монстр в игровой индустрии. И GTA 5, ну, вы знаете, мы делаем часто обзоры на GTA. Ну, диск, сам понятно, вы знаете, он оформлен в таком стиле. Здесь вот описание, вот GTA такая вот интересная карточка, здесь буква 5 римская, Grande Auto 5. Здесь надпись GTA Online. Ну, в самом деле здесь ничего нету, здесь единственное, что радует, что на PS4 документация на русском языке, как вы видите. Вот, здесь русский язык хотя бы есть. Здесь ничего нету такого особого, то, что оно онлайн и все такое. Также мне в подарок с этим диском на GTA 5 мне пришла, так сказать, где она? А, вот она, вот она родимая наша, вот она красавица. Пришла огромная карта Лос-Сантос. Это вот Сиал, Сиал полностью, вот эта вот карта города Лос-Сантос. Здесь у нас что? А, вот. Округ Блэйн, Лос-Сантос, собственно, собственная персона. Вот он, вот она вся карта огромная. Мне единственное, что я пока еще не купил, ультрафиолетовый фонарик. Здесь еще, говорят, какие-то есть интересные места, зафиксированные, где можно денежки найти. Здесь вот, здесь вот, собственно, а вот, вот, сам Лос-Сантос. Вот это вот, вот это вот такой шикарный, так сказать, мини-шикарный подарок был вложен в подкассетник игры. Вот, вот в такой вот маленький подкассетничек был вложен такой вот подарок карты GTA. Да, еще не хватает того самого рюкзачка, там, бейсболки GTA и все такое в этом роде. Вот это, собственно, вот он, Лос-Сантос. Здесь все, где, здесь указано, что где находится, магазин и все. В общем, интересные карты я изучаю потихоньку еще. Но чем я еще могу вам похвастаться? У меня есть еще на PlayStation Drive Club. Кстати, сегодня я снимал уже видео по Drive Club, ну, на дополнение Drive Club Bikes. Диск этот мне достался в подарок с покупкой PS4. Когда я покупал PS4, мне дали вот этот диск. Вообще, когда я покупал PS4, в подарок досталось три игры. Это просто то, что нам, так сказать, знакомый продавец дал в подарок три игры. Uncharted. Uncharted, вот он, четвертый, Путь вора. Одни из нас обновленная версия. И Drive Club. Ну, вот это три диска, которых нам дали в подарок. Ну, пошли дальше. Потом, через какое-то время, мы купили, я купил Go to War обновленную версию. Я давно планировал снять видео, и в скором времени я сниму прохождение Go to War на PS4. Вы будете наслаждаться кровавыми баталиями на нашем канале. Кратос еще раз вернется. Я помогу Кратосу, еще раз пройду эту игру и помогу Кратосу победить всех богов и титанов. Документации здесь ничего нет. То есть, просто вот он, PlayStation Plus, такая вот карточка показывает о том, что дает PlayStation Plus. Go to War, здесь управление, все. Ну, ничего такого нету. Диск, правда, оформлен в кучном стиле, я так сказать. Я думаю, уже должен как-то более красивее будет. Это вот просто диск Go to War и обычно серое такое исполнение, и все. Ничего тут такого особо нету. Сам вот, где вот он, диск оформленный, в конце останется только хаос. Мне так нравится эта надпись на диске Go to War обновленной версии. Ну и глаз Кратоса, тупировка, все, часть его лица. Хотя могли бы обложку, конечно, поинтереснее сделать. Ну, и также у нас Uncharted 4, путь вора. Да, мне эта игрушка понравится. Мне там онлайн нравится. Вообще, просто замечательная игра. Ну, что здесь? Единственное, что когда она дали, это вот еще промо-код на игру, вот, фу-то, на приложение Йока, чтобы смотреть фильмы бесплатно и так далее. Этот код, все это, ну, он уже введенный на данный момент, и все, он уже не действующий. Ну, такой вот кодик нам достался для Йока. Ну, Uncharted опять тоже ничего такого. Здесь вот то, что из-за онлайн написано, опять PS Plus и так далее. Ну, в общем, здесь они, наверное, во всех дисках описывают вот эти вот бумажки. Ну, также здесь руководство на них написано, управление, все особо. Ничего такого нельзя встретить. Uncharted, ладно, так, это у нас было, ну, вот. Диск тоже в скучном стиле оформлен, я думаю, что тоже как-то интереснее будет, но вот такой вот Uncharted путь вора. Классический такой, классическое исполнение диска. Ну, собственно, когда нам досталось нам подарок, одни из нас игра. Все знают, что эта игра набрала более на 200 наград. Это игра года. Нашумевшая игра. Blu-ray диск компания, Double Digital, Sony Computer Entertainment, Telos Formos Games. Опять здесь ничего тоже такого нету. Опять это описание, вот что, наверное, что дает PS Plus, руководство, управление, где какие кнопочки волшебные находятся, управление на дне из нас. Диск тоже оформлен, как и подкассетник, собственно. Мне даже задний план подкассетника больше нравится, чем передний. Ну, вот здесь вот так вот оформлено. Вот то, что здесь тоже онлайн есть в этой игре. Ну, пока я еще не особо играл, но попозже я буду снимать онлайн на одни из нас. Ну, и последняя игра, которую я хотел бы вам представить. А, да, кстати, ну вот Drive Club, собственно. Вот она, Drive Club, бумажка, это все управление. Я, похоже, сейчас его показываю вам. Ну, тоже диск такой оформленный, интересно. Я знаю, логотип, надпись Drive Club, логотип Drive Club. Ну, и, собственно, еще одна, конечно, игра, которая досталась очень тяжело нам, это игра Ведьмак. Игра. Это издание Игра Года, золотое издание. В этой игре два дополнения. Более 800 наград. Она даже больше собрала, чем одни из нас. Одни из нас 200 наград, это 800. Вы представьте количество наград, сколько эта игра собрала. От компании CD Projekt Red, польских разработчиков. 800 наград. Я здесь в комплекте, у меня каменные сердца, кровь и вино. И плюс еще 16 дополнений для игры Ведьмак. Диск мне очень нравится, как он оформлен так красиво. Видя прямо Геральта шпугает, даже на камеру видно, какой он суровый, грозный. Дополнение здесь, эти, кровь и вино, каменные сердца, и плюс еще какие-то шансы дополнения. Но это, возможно, оружие, костюмы, но я что-то не нашел пока это. Здесь на... Гвинт. Та самая карточная игра, ну вы знаете, конечно. Я то, что хотел бы отдельно взять карту, но пока не могу никак их нигде найти. Здесь что у нас? Здесь написано, описание, что какое-то дополнение. Здесь доступ к дополнительным материалам, загружаемое озвучивание, техническая поддержка. Все как стандартно на игры. Гвинт здесь у нас. Главное, кто... Та самая ведьма. Диск такой в суровом стиле тоже исполнен. Вот этот медальон волка, который носил Ведьмак. Ну, интересно так сделано. Единственное, что я хочу сказать, отличие всегда ОПС, что диски, почему-то они диски каждый раз меняли. Вы заметите... Ой, извините. Вы заметите, как меняются подкассетники на ПС-2. Первые там были такие, как типа стеклянных что ли. Потом они более такие пластиковые пошли. А эти вообще просто вот этими... Мне вот эти вот подкассетники, честно, нравятся. А вот на ПС-2 были, они постоянно ломались. Вот эти дискодержатели, которые держат вот эти диски внутри, они постоянно там вылетали. Мне приходилось, блин, покупать от DVD. От DVD вот сколько у меня валяется. Вот здесь вот в стенке есть нижний отсек. Там валяется более десятка тысяч фильмов именно дисков для DVD. Там разные фильмы, жанры и так далее. Все. Но вот эти вот подкассетники мне нравятся. Они качественно исполнены, сделаны в синем стиле. Так как, видите, они же ПС выбрали своим, так сказать, любимым цветом. Приятный синий цвет морской волны. Ну, на данный момент это все, какие игры у меня еще есть. Ну, вы видели, наверное, уже на какие игры у меня есть на цифровой. Так как я снимал видео уже, стримы делал. Ну, что хочу сказать. Мне очень приятно обладать такой технологией, так сказать, и снимать, и стараться для вас делать видео. А также, опять, если сравнивать Xbox 360 и PS4, то диски на PS4, они стоят намного дороже. Поэтому, опять же, у нас же в описании, и ссылка на данный, пожалуйста, выделяйте средства мне на покупку игры. Потому что у нас, у меня сейчас зарплаты вообще стало очень плохо. Не стали платить, работаешь кое-как. И я еле-еле свожу концы с концами. Так что, пожалуйста, если у вас есть доброта и капля понимания, пожалуйста, выделите деньги мне хотя бы на покупку. Там есть ссылка на донат, где, ну, в описании канала есть ссылка на донат. Вот, скидывайте туда ско... Решайте сами, сколько хотите переводите. Но то, что единственное, мне бы хотелось иметь побольше, вот так вот, чтобы собрать более такую большую коллекцию. Это только начало. Мне хочется и Assassin's Creed поиграть в Истоке, и в Destiny, Battlefield 1. Я бы хотел лично иметь Battlefield 1. Очень хочу купить игру Overwatch, но она дорогая даже в PS. И мне также нужна поддержка в том, что хотя бы кто-то из вас выделял бы мне карты для пополнения кошелька PS на PSN. Потому что я покупаю иной раз и цифровые, и дисками. Так что, пожалуйста, помогайте нашему каналу также денежными средствами. Мы будем очень вам благодарны и будем для вас стараться снимать новые видео. А сейчас с вами был Черный Йошеду. Всем спасибо за внимание, что смотрели мой, так сказать, небольшой обзорный ролик на те игры, которые я купил на PS4. Всем спасибо за внимание. Играйте только в хорошие игры. И помните, ничто не истина. Все дозволено. Всем пока!